Что главнее в православной церкви? Писание или предание? Писание. Все книги и Ветхого Завета, в которых рассказывается о всем, что происходило в мире до пришествия в мир Христа Спасителя, и книги Нового Завета, прежде всего Евангелия, все это и есть Священное Писание. И, конечно, это очень важно, потому что Священное Писание — это не просто какая-то обычная, пусть и очень хорошая, очень важная человеческая книга, а это Слово Божие, обращенное к нам. Мы, верующие люди, называем Библию Богодухновенной, потому что Сам Господь, Дух Божий вдохновлял тех авторов, которые писали библейские книги. Таким образом, с понятием Священное Писание мы разобрались. Это Библия, это Слово Божие, обращенное к нам. А что такое Священное Предание? На первый взгляд, это какие-то элементы, традиции, которые по каким-то причинам не вошли в Священное Писание. Например, в Писании ничего не говорится о Рождестве Богородицы, о ее родителях, о Акиме и Анне, о Успении Пресвятой Богородице. Вот это, наверное, и есть предание. Да, это и есть предание, но, так сказать, предание с маленькой буквы, вот какие-то элементы, которые дошли до нас изначально в устной традиции. Но есть еще предание с большой буквы. Что это такое? Это все то, что из поколения в поколение передается в Церкви. И знания какие-то, и вероучения, и образ. Жизни христианской, которому следующее поколение учится от предыдущего. И даже само благодатное освящение, которое люди имеют в Церкви, тоже передается от апостолов, как преемникам, епископам, от всех к следующему поколению епископов и так до наших дней. И вот в этом смысле все, что у нас есть, и богослужение, и вера, и даже и само Священное Писание, мы тоже его передаем из поколения в поколение, и передаем правильное понимание Священного Писания, традицию толкования Священного Писания. Вот все это входит в понятие Священное Предание. И вот теперь, когда мы разобрались с тем, что такое Писание, что такое предание, как же нам ответить на вопрос, что главнее? Ну что главнее в человеке — тело или сердце? Сердце — это часть тела, и очень важная часть. И сам вот такой вопрос, он как бы немножко бессмысленный. И то, и другое очень важно. Сердце пока бьется в груди человека, человек живет, его тело функционирует. И вот что важнее — предание, то есть вся полнота всего, что в Церкви передается, вся полнота вот церковной сокровищницы, передаваемая из поколения в поколение, или сердце предания — Священное Писание. Давайте обратимся к самому Писанию, чтобы проверить, что говорит Библия на эту тему. Если открыть Евангелие от Луки, самое начало, то окажется, что мы можем там тоже найти ответ на этот вопрос. Пишет Евангелие строка, а в самом начале с этого начинается Евангелие от Луки. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку «Описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Ага. Значит, сначала есть какое-то предание, которое передается от тех, кто были очевидцами евангельских событий. И уже потом, исследуя вот это предание, евангелист Лука пишет свое Евангелие, то есть важнейшую часть Писания. В деянии говорится о том, чем занимались апостолы. Апостолы с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех. Это предание. Тут не говорится о том, что апостолы написали тексты и распространили, а они передавали то, свидетелями чего они были. И не только вот саму информацию, не только знания, а и великую благодать, которая на них была. «Хвалю вас, братья, что вы все мое упомните и держите предание так, как я передал вам», пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам в 11 главе. Там же он пишет, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Вот таким образом и Писание, и предание – это то, без чего не может существовать церковь. И мы даже пишем эти слова с большой буквы, пишем священное Писание с большой буквы, священное предание. И вот если сказать это одним словом, как вообще происходит вот эта передача всего, что у нас есть из поколения в поколение, она пересходит Духом Святым, благодатью Святого Духа. И вот если сказать одним словом, то это жизнь Духа Святого в Церкви. Одно без другого не может быть, и то, и другое является самым главным, самым важным, то, без чего необходим, то, без чего не может быть церковная жизнь. Это видео мы записывали для близкого портала Экзегет.